Лесразработок представила сегодня Министерство лесного хозяйства на итоговой коллегии. Даже саженцы высаживают теперь, используя новые технологии. Но вот с насаждениями в республике пока не густо. Алия Сафина с подробностями. До начала коллегии в холле устроили выставку достижений народного промысла лесного хозяйства республики. Один из первых экспонатов приспособления для высадки саженцев в грунт. Оно отличается от традиционного инструмента земледельцев лопаты. Но с ним дерево можно посадить за считанные секунды. Передовые технологии внедрили и в масштабные производства, рассказал на заседании министра лесного хозяйства Найль Магдеев. В особой экономической зоне Алабуга завершилась первая очередь строительство нового завода по переработке древесины. В ход пойдут те породы, которые раньше считались коммерчески невыгодными. Мягколиственные, осина, липа и береза. Таких в наших лесах больше 60%. Стволы, которым больше 46 лет, будут вырубать. Заготовки будут полезны для мебельных фабрик республики. Представители этих производств также присутствовали на коллегии. Рустам Миниханов назвал развитие бизнеса в приоритетном направлении и на 2014 год. 2 миллиона 200 у нас годовой лесочечный фонд. Используется порядка 30%. То же самое по округу. Это говорит о том, что сегодня мы должны найти бизнесы, где будет востревана эта древесина. То, что мы не вырубаем, в конечном счете оно теряется, гниет, другие процессы идут. Еще одна проблема отрасли – это уменьшение лесистости территории республики. За последние 200 лет она уменьшилась фактически в три раза. Чтобы восстановить природное богатство, построили специальный селекционно-семеновуческий центр в Сабинском районе республики. Работает он уже два года. В основном выращивают хвойные породы, ель, сосну, лиственницу. Сеянцы высаживают в самых проблемных местах – по 3 гектара в год. Количество с каждым годом обещают увеличивать. Этот высококачественный посадочный материал уже активно используется при искусственном лесовосстановлении и закладке защитных сосаждений нашей республики. Безусловно, это коренным образом улучшает работу по воспроизводству лесов. В завершении коллегии работников лесного хозяйства республики Татарстан наградили правительственными и ведомственными наградами. Алия Сафина, Александр Решеткин, Вести, Татарстан.